Всправочник по стандартной библиотеке найти там соответствующие модули и использовать. То есть там очень много всего. Все это так пересказать невозможно, да и не имеет смысла, потому что в каждой конкретной задаче, как правило, нужно очень маленькое подмножество этой самой стандартной библиотеки. Поэтому я, в общем-то, подробно ничего не перечисляю из нее. А вот что касается языка как таковой, мы тоже, конечно, обсудили и да, обсудим сегодня отнюдь не все. В питоне есть очень много средств, обеспечивающих гибкость, скажем так. Но в то же время они позволяют сильно отклониться от такого поведения по умолчанию и тем самым делают программу, вообще говоря, малопонятной. То есть их могут использовать только эксперты. То есть, например, доступ к атрибутам класса, когда мы читаем атрибут класса или пишем атрибут класса. Вообще говоря, мы можем написать свой метод, свой метод, который обеспечивает чтение атрибута или свой метод, который обеспечивает запись атрибута. То есть это будет не просто чтение и запись, а выполнение произвольного кода, ну там и так далее. То есть все можно как-то подстроить. Можно подстроить как класс наследует от своего предка. Для этого используются там метаклассы. Но это уже совершенно какие-то такие вещи для экспертов, которые в нормальной жизни применяются редко. Ну и многих из них я и не знаю, поэтому обсуждать мы их не будем. А мы обсуждаем такой, что ли, нормальный, средний уровень владения языком. Не самый начальный, а именно средний, который уже позволяет писать вполне нетривиальные вещи. Ну, в общем, достаточно в подавляющем большинстве случаев. Ну вот, так вот, значит, теперь мы докончим обсуждение языка питон как такового. И еще одна вещь, которую мы пока что не обсуждали, хотя, в общем-то, как-то встречали по ходу дела – это исключение. Значит, в любом языке, в общем-то, существует какой-то аналог исключений. То есть исключительных ситуаций, там, когда вы пытаетесь что-нибудь поделить на ноль или открыть несуществующий файл на чтение, или еще что-нибудь такое незаконное проделать, то, ну вот, при этом возбуждается исключение. Я не знаю, как это лучше по-русски сказать. «Рейс» – «Рейс» – «Эксепшн». Ну, наверное, возбудить исключение все-таки. Я не думаю, что поднять исключение будет более подходящим термином. Так вот, значит, когда интерпретатор питон встречает недопустимую ситуацию такого рода, то он возбуждает исключение. С исключением может произойти одна из двух вещей. Либо мы его отловим и каким-то образом на него отреагируем программно. Может быть, исправим что-то. Если произошло деление на ноль, то, например, мы можем этому результату присвоить какое-нибудь очень большое число, если такой способ исправления годится, или еще что-то там такое сделать. Значит, отлавливание исключений производится при помощи оператора «Трай», который мы сейчас увидим. Либо, если исключение… Да, «Трай» отлавливает исключение, если у нас есть глубокая цепочка вызовов функций, одна функция вызывает вторую, то третью и так далее, и так далее. Где-то в глубоко вложенной функции произошло исключение. А на гораздо более верхнем уровне этой иерархии вызов в соответствующей функции сидел внутри оператора «Трай», то, значит, всех вот этих более глубоких вызовов мы вернемся тем самым, попадем на более внешний уровень стека вызовов, и там отловим это исключение и как-то на него отреагируем. Может быть, напишем понятное сообщение об ошибке для пользователя, может, еще что-то сделаем такое. В общем, это отлавливание приводит к возврату на тот уровень в стеке вызовов, на котором был написан оператор «Трай». Либо, если данное исключение вообще нигде не отлавливается, то оно приводит к окончанию выполнения программы. А, впрочем, не в интерактивной сессии. Тут есть отличия. Интерактивная сессия просто напишет сообщение об ошибке и предложит вводить там следующий оператор. Выхода из интерактивной сессии, естественно, не произойдет. А если это программа, которая… Ну, скрипт питонский, который просто запущен как некая программа, то неотловленное исключение приводит к завершению ее выполнения. Значит, интерпретатор питон пишет очень понятные и подробные сообщения о вот этих самых исключениях. Вот. Пишут ту строчку в программе, где произошло исключение, что именно там произошло. Вот я здесь попытался поделить на ноль прямо на верхнем уровне и получил, что ошибка вот в этой строчке, в первой строчке этой программы. Я сейчас начал выполнение, так сказать, заново, поэтому это первая строчка, которая имеет вот такой вот вид, и там произошло zero division error. Ну вот, то есть, все понятно. И если бы здесь это деление на ноль произошло в каком-то глубоко вложенном вызове функции, мы бы получили всю цепочку вызовов. Какая функция в какой строчке вызвала какую, и в какой строчке, в конце концов, произошло деление на ноль. Поэтому, в общем, в питоне, я бы сказал, отладчик нужен значительно реже, чем в языках более низкого уровня. Потому что что произошло не так и где именно, сразу с первого взгляда ясно вот таким сообщением об ошибке. Ну, нельзя сказать, чтобы он был совсем не нужен. Бывают ошибочные ситуации, которые на самом деле являются следствием ошибки, которая произошла гораздо раньше. Когда гораздо раньше в какую-то переменную записан объект не того типа, которого программист ожидает, и гораздо позже это приводит к какому-то исключению, например. Тогда приходится все-таки использовать отладчик и отслеживать, например, все присваивания этой переменной, чтобы понять, кто испортил ее значение и записал туда значение не того типа, которое ожидается. Ну вот, так вот, значит, если исключение не отлавливается, мы получаем в интерактивной сессии вот такое вот сообщение об ошибке, но можно его отловить. Вот, например, есть оператор try с полем except. try содержит, как обычно, последовательность операторов вот с каким-то большим уровнем отступа. Except. Можно написать просто except двоеточие. Это значит, мы отлавливаем все исключения, любые. Но это вообще обычно плохая идея, потому что исключения могут быть самой разной природы, и как-то на них реагировать, что-то исправлять, например, нужно в зависимости от типа исключения, которое произошло. Либо здесь можно написать конкретное исключение. В данном случае мы отлавливаем только zero division error, и что-то делаем, например, в данном случае присваиваем x значение 0, поэтому в данном случае выполнился оператор после слова except, вот этот вот, ну и мы видим, что, соответственно, x присвоился 0. Точно так же вот, например, какой-то пример. Мы пытаемся открыть какой-то несуществующий файл. Вот с таким именем его вот в этой директории нет. А если произошла и о-эррор, то мы печатаем какое-то понятное сообщение об ошибке. Впрочем, если бы мы всего этого не делали, питон сам бы напечатал достаточно понятное сообщение. Ну, это просто, чтобы показать. Значит, исключения – это объекты, которые принадлежат каким-то классам. Классы эти образуют, ну, там, некое дерево. А корень его – это класс exception. Ну, и от него происходят всякие… От него наследует класс error. От класса error наследуют классы всякие типа zero division error, eo error и так далее. Их довольно много. Значит, вот эта вот строчка except может содержать один или несколько классов исключений, которые мы хотим поймать. И более того, если нам нужно изучить этот объект, собственно, объект exception, мы можем написать except какой-то тип as какая-то переменная и дальше издеваться над этой переменной любым образом, который нам понравится. Вот, например, вот здесь мы что делаем? То есть exception, который возбудился вот в этой строчке, мы его поймали в переменную r, дальше печатаем ее тип. Ее тип – это класс zero division error. Печатаем просто сам этот объект r. Но поскольку мы его печатаем в функции print, то это печатается такое представление этого объекта, которое, скажем так, наиболее понятно для человека-пользователя. В данном случае это просто сообщение об ошибке. Можем напечатать, то есть печатается str от r. Можно напечатать repr от r. Repr – это машинно читаемая форма данного объекта. В данном случае она выглядит вот так. Это конструктор zero division error. от одного аргумента. У этих всех типов исключений всегда есть атрибут args, который просто возвращает тюпу аргументов. Я мог бы возбудить исключение с несколькими аргументами. В данном случае это тюпу из одного элемента. Можно самому, естественно, возбудить исключение. Если по смыслу произошло в каком-то месте программы что-то, что происходить не должно, то правильная реакция на эту ситуацию – это возбудить исключение. Может быть, где-то на более внешних уровнях это исключение будет отловлено, и какая-то на него реакция воспоследует в строчке except. А может быть, оно приведет просто к прекращению выполнения текущей программы. Вот я просто… То есть для этого служит оператор race. Дальше пишется какое-нибудь… имя какого-нибудь класса исключений и параметры. Вот я здесь возбудил name-error с какой-то строкой, ну и вот получил действительно соответствующее сообщение. Это пример просто так, он довольно глупый. К тому же name-error имеет вполне определенный смысл. Name-error должен использоваться, когда программа пытается использовать имя переменной, и которое никак не было определено. Поэтому это было глупо. А вот какой-то более полезный пример, как использовать race, вот, скажем, такой. Например, есть функция, аргумент которой не должен быть нулю. Почему бы и нет? А тогда, если этот аргумент равен нулю, то мы возбуждаем исключение value-error. Оно тут действительно подходит по смыслу. Value-error означает, что с типами все в порядке, а вот значение у какой-нибудь переменной, например, вот у этого х, оно какое-то неправильное, недопустимое в данном контексте. Ну вот поэтому мы возбуждаем value-error вот с таким сообщением об ошибке. Так? Теперь, например, можно вызвать эту функцию пару раз. При втором вызове возбудится вот такое исключение. Мы его, например, тут на более внешнем уровне отлавливаем и печатаем просто, печатаем этот объект. Ну, печатаем репр от этого объекта, то есть мы печатаем машинночитаемую форму объекта исключения, которое здесь возбудилось. Вот мы его здесь и увидели. Так? То есть в ряде случаев какое-то из исключений в существующем дереве классов подходит по смыслу. Вот, например, если значение х равно нулю недопустимо в каком-то контексте, ну, то value-error – это самое подходящее. Но, как правило, лучше определить свои классы исключений, которые могут наследовать либо прямо от exception, либо от какого-нибудь более специфического класса исключений. Ну, вот, и это, в общем, практика полезная, чтобы свои исключения не смешивались в одну кучу с системными исключениями, чтобы можно было отлавливать, например, только свои. Вот такие классы исключений, они, в общем-то, как правило, вполне простые. Вот какой-то пример. Здесь написан. Из методов там, как правило, нужен и нет, нужен стр, и, может быть, репр еще. Ну вот. И как можно использовать исключения своего самодельного класса? Ну, вот, например, так. Вот, например, есть функция, у которой аргумент не должен быть отрицательным. Тогда, если он отрицательный, то мы возбуждаем my error прямо от этого аргумента x. Никто мне не сказал, что аргумент должен быть строкой. Хотя чаще всего это строка, сообщение об ошибке. Но в данном случае этот аргумент вот этого исключения – это целое число. Значит, если x отрицательный, мы возбуждаем исключение, иначе мы что-то делаем. И поэтому, если я парочку раз попробую вызвать эту функцию, во второй раз я ее вызвал недопустимым образом, то вот здесь, в этой второй строчке возбудится исключение my error с аргументом минус 2. И если этот r объект напечатаю, то вызовется его метод str для этого преобразования в строку, и он просто напечатает, соответственно, минус 2. Может быть, лучше было бы в str написать что-нибудь более понятное, чтобы пользователю сразу было понятно, что это за сообщение. Тогда это все-таки будет какая-нибудь строка, но, возможно, в нее вставлено и значение x, которое вызвало это исключение тоже. Ну, ладно. Вот это вот, значит, про исключение. А, ну да, сейчас я сразу немножко перепрыгну и покажу. Значит, мы уже обсуждали ввод и вывод файлов, и тогда же мы говорили, что лучше использовать оператор with. Вот сейчас я могу объяснить, почему его лучше использовать. сейчас вот это мы фактически обсуждали, что можно файл читать, скажем, таким образом. Сначала его открыть на чтение, потом что-то с вот этой ручкой хэндл этого файла что-то такое делать, например, читать его содержимое, потом его закрыть. Это, ну, что ли, такой наивный подход к этому делу, значительно лучше делать не так, а использовать оператор with. Тут, когда мы это обсуждали после лекции, был совершенно правильный вопрос, что with можно использовать только с результатом функции open или с чем-то еще. Можно и с чем-то еще. На самом деле, после слова with может стоять любой объект какого-то класса, в котором определены два метода enter и exit. Метод enter вызывается при входе в оператор with, метод exit вызывается при выходе из оператора with. В частности, open возвращает объект типа file, в котором определены эти методы, поэтому их можно использовать в операторе with. значит, как раз достоинство оператора виз практически всегда в 100% случаев для работы с файлами используют именно виз, а не открытие и закрытие файла вручную. Достоинство состоит в том, что если где-то тут по дороге случится исключение, то мы покинем область действия оператора виз, и при этом обязательно вызовется соответствующий метод exit, который в данном случае закроет файл. То есть хоть при нормальном, хоть при ненормальном выходе из оператора виз файл, все равно будет закрыт. И вот это мы все фактически обсуждали, это я повторять сейчас не буду, а вот сейчас я просто покажу именно пример на случай, когда возникают исключения. Вот здесь я определил какую-то достаточно дурацкую функцию, которая делает ввод из файла вот таким наивным способом. То есть она его открывает, читает из него строчку, производит какие-то вычисления, которые в данном случае приводят к возбуждению исключения, потом он этот файл закрывает. Вот если эту функцию вызову с каким-то вполне нормальным именем файла, вот с таким вот, то что я получу? Я получу ненормальный возврат из этой функции, потому что в этой строчке возбудилось исключение. Вот здесь очень ясно тыкнута стрелочка, что именно в этой строчке в функции а в этой строчке произошел zero дивизионер. Все замечательно, но при этом f закрыт или нет? У f есть не метод, атрибут, прошу прощения, это атрибут, конечно, атрибут closed, который в данном случае имеет значение false, то есть f не закрыт. Почему? Потому что вот здесь возбудилось исключение, и все, что следует за этой строчке в этой функции уже не выполнялось. поэтому давайте мы его закроем вручную. Кстати, почему я здесь написал global f? По единственной причине, чтобы иметь доступ к этому самому f после того, как произошел возврат из функции. То есть f – это глобальная переменная. А теперь я напишу эту же функцию культурно. Вместо open и close как отдельных строчек я напишу with open. Потом я напишу то же самое дурацкое вычисление, которое приводит к делению на 0. Естественно, возврат из функции будет все такой же ненормальный, вот по исключению вот в этой строчке, но зато f – closed будет иметь значение true. То есть файл был закрыт, несмотря на то, что а, прошу прощения, деление на 0 поставьте вис. Да, да, правильно, его надо поставить вот сюда, потому что иначе это был какой-то нехарактерный пример, который не иллюстрировал то, что надо. Хорошо, давайте деление на 0 будет стоять внутри вис, конечно. Но тогда все то же самое. f-closed все равно есть true. То есть несмотря на то, что выход из вис был ненормальный, файл все равно закрылся. Поэтому это лучше. То же самое с записью. Записывать файл нужно при помощи вис open так. Сейчас. Где это у меня? А, ну да, вот так вот, например. Ну и вот здесь, скажем, типичный, ну что ли, такой шаблон, как написать копирование одного текстового файла в другой. В более реалистических случаях мы можем над вот этой, то есть здесь мы используем вис сразу с двумя параметрами, с файлом, ну, со старым файлом и с новым файлом. Причем новый файл мы открываем на запись. И дальше вот этот старый файл, открытый на запись, по нему можно просто написать цикл for, цикл будет по строчкам, то есть line будет каждый раз содержать очередную строчку, эту очередную строчку мы пишем в новый файл. Вот такая вот простая функция. Если нужно как-то обрабатывать этот текстовый файл, какие-то операции над строчками производить, то их надо производить вот здесь. Вот после этой строчки написать еще что-нибудь, что преобразует вот этот line, прочитанный в line, который мы хотим записать. Там какие-нибудь замены, каких-нибудь символов на другие или еще что-нибудь с регулярными выражениями какая-нибудь ерунда. Тут все что угодно можно написать. Но вот это такой что-ли пустой скелет функции, которая просто тупо копирует один текстовый файл в другой. Вот так оно всегда и выглядит. Поскольку мы тут в и питоне, более того, и питоне, который внутри веб-браузера сидит, но это как раз не важно, то в и питоне, вот в этом интеракте в питоне, который есть расширенный вариант вызова интерпретатора питон, можно использовать шелл-команды. Надо просто восклицательный знак в начале строчки написать. Поэтому вот я просто скопировал старый файл в новый, чтобы убедиться, что он скопировался, я вызвал команду кат, не пытайтесь этого делать просто в гулом интерпретаторе питона, он этого не понимает. Это расширение специфичное для и питона, и и от слова интерактив, поэтому в нем часто, так сказать, хочется вызвать какую-нибудь шелл-команду, ну и вот для этого предназначено специальное такое расширение. Ладно, это значит было про то, почему именно виз лучше использовать для ввода и для вывода тоже. Сейчас мы обсудим следующую тему. Это модули. модуль это на самом деле просто файл. Просто там файл .py это как раз и есть модуль. Модуль можно использовать двумя путями, двумя способами. Либо мы можем его запустить как программу. Это тоже, кстати, можно делать не одним методом. Можно написать имя команды, то есть Python, и потом имя вот этого файла. А если в этом файле написана правильная культурная первая строчка, вот эта решеточка, восклицательный знак, и там дальше то, что надо, то плюс к тому этому файлу вы дали атрибут, что он исполняемый, что его можно исполнять, то его можно запускать и напрямую. Значит, это один способ. А другой способ можно его импортировать. Любой модуль можно импортировать в другой модуль или в главную программу. Главная программа, которая в интерактивной сессии, она ничем не отличается. Это тоже модуль, это тоже модуль, имя которого есть почерк-почерк main, почерк-почерк. То есть, в общем-то, точно такой же модуль, хитрым именем, это модуль, соответствующий интерактивной сессии, главной нашей. Ну вот, теперь есть куча модулей в стандартной библиотеке. Вот есть, например, модуль mass, который мы уже встречали. Вот если я его импортировал, просто вот так вот, командой import mass, то в... А, да, я забыл, пожалуй, сказать важную вещь, то есть, каждый модуль имеет свое пространство имен, так? То есть, в модуле определены какие-то функции, какие-то переменные, и все они живут в пространстве имен этого модуля, потому они отнюдь не будут перепутываться с такими же именами, которые живут в другом модуле или в главной программе, которая есть модуль main, так? Вот. Когда я сказал import mass, то в пространстве имен главной программы, программы модуля main, появился объект, который называется mass. Вот можно посмотреть, вот этот объект, а вот его тип. то есть сам объект печатается, ну, как и многие объекты, для которых невозможно написать вполне удобопонятную метод REPR, они печатаются в таких угловых скобочках. В угловых скобочках какая-то информация. В данном случае в этих угловых скобочках написано, что это модуль mass из стандартной библиотеки и так далее. А тип его, тип этого объекта есть модуль, в общем-то нетрудно догадаться. А теперь, то есть здесь в пространство имен главной программы импортировалось только одно имя mass. Не вся большая куча имен, которые в этом модуле были определены, а только одно имя. функция dir, которую мы уже встречали в прошлый раз, когда обсуждали объекты, когда мы в объектно ориентированном программировании мы могли написать dir от объекта или от класса, и он нам перечислял все атрибуты этого объекта или класса. Она применима и к модулям. Функция такая разносторонняя, мы сейчас несколько использований функции dir увидим, dir – это встроенная функция, ее определять не надо, она просто есть и есть. Вот, dir от mass перечисляет все имена, которые определены в модуле mass. Их там довольно много, ну, вот, несколько таких системных имен, как всегда есть doc, и так далее, и так далее. Ну, и дальше там в модуле mass определено всякие r-косинусы, всякие экспоненты, там, и прочее, прочее, функции, и переменные, pi, например, это переменная, а не функция, так? то есть вот это полный список имен, которые имеются в модуле mass. Поэтому, если мы какое-нибудь из этих имен захотим использовать, например, захотим использовать имя pi из модуля mass, то мы должны написать mass точка pi. Так? Точно так же мы должны писать mass точка exp, чтобы считать экспоненту, и так далее. при этом плюс состоит в том, что мы не загромождаем глобальное пространство имен кучей чего-то, а минус состоит в том, что каждый раз, чтобы что-то использовать из модуля mass, мы должны писать mass точкой вот это имя. Что? Чем ограничено количество знаков возле запятой? Количество знаков? Ну, так, ну, вообще говоря, все floating point числа, которые есть, они соответствуют тому, что там в других языках называется double precision. Есть один тип float. Float – это double precision. С другой стороны, сколько знаков печатается, ну, это я не знаю. можно ли это как-то регулировать? Да, то есть это какой-то формат по умолчанию. То есть внутренняя точность это всегда double. Кстати, тут есть резкое отличие. Вот тип int в питоне, он вовсе не есть просто там какое-то фиксированного размера целое число, 4-байтное или там 8-байтное или какое. тип int если объект типа int представляет собой какое-то не очень большое целое число, то будет использоваться просто машинное целое число. Но если значение целое получается слишком большим, то питон автоматически переключается на чисто софтверное целое число неограниченной длины. И поэтому он может посчитать вам 100 факториал, который займет тут несколько строчек на выводе, которые явно уже не влазят даже в 8-байт, я думаю. То есть целое могут быть неограниченной длины. А вот плавающие вообще говоря имеют фиксированную точность, они всегда double. Где-то в дополнительных пакетах есть пакеты для работы с плавающими числами шубка повышенной точности. Если вам хочется работать с плавающими числами, которые имеют точность в 110-ти знаках, это можно, но для этого нужно импортировать какой-то модуль библиотечный. Это не встроено в язык. Вот. На самом деле я уже несколько раз упоминал тот, что есть встроенные функции, ну вот DIR одна из них, так. На самом деле они тоже образуют модуль всего-навсего. Существует модуль built-ins, в котором сидят все встроенные функции, классы. Вот тут например поначалу видна целая куча каких-то классов наследующих от exception, константы в принципе тут вот типа false, например, и так далее. То есть все имена, которые определены в языке самом по себе и которые не требуются ни определять, ни импортировать откуда-то, они на самом деле сидят в пространстве имен вот этого самого модуля built-ins. Их довольно много. Многие вы явно узнаете. Len, например, длина и так далее. Ладно. Значит, вот это те имена, которые есть прямо сходу. Их не надо предпринимать каких бы то ни было действий, чтобы они появились. Ладно. Когда я пишу просто импорт и имя какого-нибудь модуля, то импортируется, собственно говоря, один объект. Объект типа модуль. Иногда это вполне удобно, но иногда эти имена модулей они какие-то длинные. И каждый раз писать это имя точка и что-то из этого модуля может быстро надоесть. Поэтому есть облегченный вариант этой конструкции, который, кстати, часто используют, когда импортируют модуль numpy, который мы как раз будем в следующий раз изучать. Это импорт s. Если какое-то имя модуля вам кажется чересчур длинным и вам лениво писать его каждый раз, вы можете импортировать внешний какой-то модуль как какое-то более короткое имя. Например, я импортировал random sr, и с этого момента у меня в глобальном пространстве имен появился такой объект r, который на самом деле, если мы посмотрим, его значение, этой переменной r, есть модуль random из стандартной библиотеки питона 3-4 в данном случае. Дальше мы этот r можем использовать любым образом, можем посмотреть список всех имен, которые определяются в этом библиотечном модуле random. Вот он этот список. Можем сделать 10 случайных чисел между нулем и единицей. Ну, в общем, использовать его любым образом. Дальше. Существует метод импортировать не один объект, собственно, объект типа модуль, а прямо конкретно какие-то имена определенные в этом модуле. И они импортируются непосредственно в глобальное пространство имен, в то пространство имен, в котором мы сейчас работаем. Я должен сказать, что это дальше дело вкуса, но мне такой способ нравится больше. То есть, когда я знаю, что мне нужны вот такие-то конкретные имена из этого модуля, я их импортирую прямо в глобальное пространство имен, и тогда я не должен писать имя модуля точка там чего-то. Они есть прямо сразу на глобальном уровне. Но это дело вкуса. Кому-то нравится писать имя модуля точка переменная в этом модуле. Ну вот, просто для иллюстрации, значит, в модуле SIS есть довольно изрядное количество всяких полезных вещей. Некоторые из них мы уже встречали где-то argv, например, мы точно встречали, оно тоже в модуле SIS живет. Вот там есть еще такая переменная паз. Переменная паз, вот ее значение, так, это список строк. Каждая строка в этом списке есть имя какой-то директории. И вот этот самый паз, который живет в модуле SIS, это на самом деле список директорий, в которых интерпретатор Python ищет модули. То есть вот когда я вот тут только что импортировал там какой-то там модуль рэндом или там масс, то Python ищет, где же этот самый масс или рэндом сидит вот в таких вот директориях. А, вот если вы обратили внимание, вот здесь есть забавная вещь. Вот здесь вместо директории написано имя zip-файла. Это в довольно недавних версиях Python появилась такая штука. Он для импортирования может использовать zip-файл вместо директории. То есть я могу целую кучу своих модулей запихать в один zip-файл, указать к нему путь где-нибудь в этом пазе и импортировать непосредственно из zip-файла. Но вообще говоря, основные здесь строчки это вот это. Вот здесь лежат стандартная библиотека Python 3.4. Вот здесь в сайт пэкэджис лежат всякие добавочные пакеты, которые я поставил дополнительно к Python 3.4 как таковому. вот. Ну и с переменной паз я могу работать нормальным образом. Это просто список строк, да и все. Да, первый элемент в нем это пустая строка, что означает текущую директорию. То есть в первую очередь всегда ищется модуль, который мы хотим импортировать в текущей директории. Это там, скажем, эксперты по безопасности могут счесть нехорошим отделом, потому что если ну там Вася у Пети скопировал питонскую программу, а кто-нибудь Вася подсунул в его домашнюю директорию свой зловредный вариант стандартного модуля, который затирает все файлы этого самого Васи, то Вася крупно попадет на крупные неприятности. Поэтому если, например, вы не хотите, чтобы текущая директория была в Пасе, то вы вполне можете исключить из этого списка первый элемент, нулевой, точнее говоря, конечно. То есть это нормальный список, с ним можно работать как с нормальным списком. В данном случае я, наоборот, к нему добавил еще одну директорию, я к нему добавил директорию Home, Grosin, Python, в которой мы сейчас собственно находимся. Мог бы и не добавлять, она как раз текущая в данный момент. Но, тем не менее, можно чего-то убавить, можно чего-то добавить, тем самым влиять на то, где ищутся модули, которые мы хотим импортировать. Ладно. Ну и поскольку мы уж видели, что можно в простой команде импорт использовать конструкцию S, конструкция S используется во многих местах, как мы уже видели, в with, в except, ну и вот в импорт тоже. Можно из какого-нибудь модуля импортировать какую-нибудь длинную функцию, как какое-нибудь более короткое имя. Вот в модуле mass есть функция factorial, а мне лениво писать factorial, я возьму ее импортирую как факт. После этого могу считать, а вот давайте я посчитаю действительно factorial 100, чтобы продемонстрировать, какие бывают большие целые числа. Ладно. Ну и наконец, для самых ленивых людей существует конструкция фром чего-то импорт звездочка. Ее для каких-то таких библиотечных модулей в общем-то использовать не очень рекомендуется. Но большой беды нет. Но тем самым вы засоряете глобальное пространство имен, причем что важно, что вы сами не знаете, чем же именно вы его засорили. то есть если вы на самом деле знаете, если в этом модуле не так уж много имен определены, вы все их наперечет знаете. Можно для сокращения их все импортировать при помощи вот этой самой звездочки. Но если там определена чертова уйма имен, как вот здесь вот, например, где-нибудь, то все их импортировать в глобальное пространство имен, это может быть не очень хорошая идея. То есть эта самая звездочка вполне разумна и никаких претензий к стилю при этом не возникнет. Вполне разумно использовать, когда вы импортируете свой модуль. Свой модуль вы знаете от и до, знаете, какие имена в нем определены, вероятно, их не очень много, они не сто штук. И тогда вот, например, вот здесь вот в текущей директории у меня есть вот такой вот файл фак.пи, вот опять же при помощи этого восклицательного знака, который есть, и питонское расширение, я его просто здесь напечатал, чтобы на него полюбоваться, в нем определена одна функция фак. Поэтому я беру и импортирую звездочку, то есть я реально переношу только одно имя фак в глобальное пространство имен. У нас уже было имя фак в глобальном пространстве имен из предыдущего примера, но я его тем самым заменил. Теперь вот этот фак, это вот этот, который здесь описан в моем модуле. То есть когда определен на всего одна-две функции, то импортирует звездочку, и вы точно знаете, какие они, импортирует звездочку вполне, так сказать, нормально. Еще в тюториалах по всяким пакетам, пакет, который позволяет там чего-нибудь такое очень замысловатое делать, и дальше начинающим объясняют, какие замечательные вещи можно с помощью этого пакета делать. Там часто рекомендуют, импортируете звездочку прямо из этого пакета, и дальше вот все по этому тюториалу, все замечательные примеры можете отслеживать. Ну, я еще раз говорю, это вообще говоря не очень хорошая привычка. Лучше импортировать только те имена, которые реально нужны. Да, так вот, значит, еще насчет функции дир. Функция дир, вызванная без аргумента, перечисляет все имена в текущем пространстве имен. Это просто список строк, большой и длинный. В этом списке строк изрядное количество, кстати, видно тех, которые на самом деле и питон определил. Вот я тут не в голом питоне работаю, а в и питоне. И питон определил вот эти in и out, которые вот здесь он упорно пишет каждый раз. То есть я могу в и питоне использовать какую-нибудь 13-ую строчку как in от 13, которая где-то гораздо выше была определена. Или я могу использовать то, что и питон вывел в 21 объекте, в 21 примере как out 21 и так далее. Этот же и питон определил вот кучу вот таких вот переменных почерк-номер это предыдущие, позапредыдущие, позапозапредыдущие результаты и так далее. То есть здесь вот is с почерком это все расширение и питона. Поэтому этот список какой-то скажем так необычно длинный. Но в частности тут есть все, что я определял в текущей сессии. Вот я там определял какую-то функцию копии, которая копирует файл в файл. Вот она здесь есть. функция фак есть тоже и так далее. Переменная x там какая-то. Ну вот. То есть dir без ну с пустым аргументом, без аргументов выдает список имен в текущем пространстве имен. Давайте посмотрим, как это выглядит в функции. Вот я определил функцию. В этой функции есть формальный параметр, есть локальная переменная. И функция эта печатает список имен в текущем пространстве имен, где-то текущее в данном случае означает локальная переменная этой функции. Вот я теперь эту функцию вызвал. Я вижу, что там в этом локальном пространстве имен есть всего два имени x и y. Вот этот формальный параметр, вот эта локальная переменная. Вот. Значит, у каждого модуля есть атрибут name. Если я его просто как name написал, то он мне напишет имя текущего модуля. В данном случае это модуль main. Если вот помните, я там импортировал модуль random sr. Так что r это объект типа модуль, а его name это random. что значит вполне соответствует ожидаемому. Так? Именно поэтому вот из-за вот этой штуки используется вот эта знаменитая идиома, которую про которую наверняка все уже не раз слышали. Когда вы пишете свой какой-нибудь модуль, модуль, господи, где это было напечатано? А, нет, это где-то дальше. Ну, потерял. А, ну да, вот. Значит, когда вы пишете модуль, то почти всегда хорошая идея или хороший стиль, скажем так, состоит в том, чтобы его можно было использовать и как программу тоже. Для этого вначале пишется вот такая замечательная строчка, а в конце пишется вот такой вот ив, очень традиционный. Так? если имя текущего модуля есть main, то есть если этот модуль вызван как главная программа, то чего-нибудь делай. Чего-нибудь делай. Тут обычно для такого модуля, который содержит определение каких-нибудь функций, тут обычно сидит набор простых тестов. То есть я мог бы ну, в общем, что-нибудь, что демонстрирует, как эти функции можно использовать. Так? Ну вот, собственно, теперь смысл этой конструкции понятен, но и она встречается почти в каждом модуле, который люди пишут на питоне. Ладно, теперь, значит, я возвращаюсь до куда мы тут дошли. А, ну да. Да, значит, пакеты. Ну, про пакеты я скажу буквально пару слов, не буду сильно в этот предмет вдаваться. Значит, пакет – это группа модулей. Пакет, то есть, когда пишется, ну, там, большая коллекция модулей для какого-нибудь, для каких-нибудь целей. Модуль – это один питонский файл, и все. А, ну, там, библиотека для какой-нибудь цели, как правило, содержит много модулей. Эти модули можно разместить в развесистом дереве директорий. Как-то их по смыслу так это сгруппировать. Самые какие-то главные будут на верхнем уровне, а какие-нибудь те, которые они используют для каких-то более специализированных целей, будут в поддиректориях и так далее. Ну, вот тут чисто для демонстрации. Да, значит, модули размещены по вот директориям. И в каждой из этих директорий, как правило, это не стопроцентно обязательно, но, как правило, есть такой файл с названием почерк-почерк init-почерк-почерк-точка-пи. Так? Вот у меня в текущей директории есть поддиректория utils, в которой я какой-то пакет модулей сочинил. Он ничего полезного не делает, он чисто иллюстрирует понятие пакета. В данном случае там есть файлы init-пи, есть файлы u1-пи и u2-пи. Так? Ну вот. Значит, теперь я могу импортировать конкретные модули из этого пакета. Не обязательно импортировать пакет, я могу импортировать конкретный модуль. Например, существует модуль utils.u1, где его питон будет искать. Он будет в своем текущем пасе искать utils, которые теперь есть не файл, а директория. А в этой директории искать файл u1. Благополучно все это найдет, обнаружит, что там есть какой-то модуль utils.u1, в нем есть какая-то функция f1, и, например, мы ее импортировали, мы ее можем вызвать. Эта функция на самом деле всегда возвращает единицу. Очень полезная функция. Но это чисто для иллюстрации. Вот. То есть я мог бы в этой директории utils иметь еще какую-то поддиректорию, в ней еще какие-то модули, тогда я бы написал utils. поддиректория точка модуль из этой поддиректории. И так на любую глубину. То есть это позволяет импортировать конкретные модули из пакета. То есть пакет это просто директория. Ищется он в том же пассе, где ищутся обычные модули. Но тогда импортировать надо директория точка чего-то. Зачем нужен вот этот самый init с кучей подчерков? А он нужен за тем, чтобы можно было импортировать весь пакет целиком. На самом деле он предназначен для инициализации пакета. То есть он может содержать там любые какие-то предварительные присваивания каким-нибудь переменным, которые нужны для нормальной работы этого пакета. Но какой-то такой ну что ли минимальный пример и показывающий, что часто встречается в этих файлах init вот он здесь написан. Вот я этот файл init просто распечатал. В нем есть две строчки. Что они делают? Что они делают? Они импортируют все, что есть в модуле utils u1 в текущее пространство имен. Потом то же самое делают с модулем utils u2. В данном случае отсюда импортировалась одна функция f1 отсюда импортировалась одна функция f2. И тем самым после этих импортов в глобальном пространстве имен пакета то есть реально его файла init сидят все имена определенные в конкретных модулях этого пакета. В данном случае их немного f1 и f2 две функции. И теперь я могу например импортировать пакет utils как целое и у меня будут доступны utils f1 и utils f2. На самом деле например по каким-нибудь причинам вот этот пакет может экспортировать своим внешним пользователям не все имена которые определены некоторые могут быть для его внутреннего использования никому не видны но тогда просто вот здесь вот я перечислю то что я реально хочу чтобы предоставлял данный пакет а то что я не хочу я здесь перечислять в этом и нити не буду а внутри этого пакета я естественно могу использовать эти такие вот скрытые имена но опять же кто хочет я хочу импортировать частично или пакет хочет экспортировать частично пакет хочет экспортировать частично я должен учитывать его желание а нет нет на самом деле его желание учитывать не обязательно как всегда в питоне гибкость превыше безопасности то есть если в пакете есть например какой-нибудь ну внутренний модуль который автор этого пакета не хочет экспортировать то он его не будет включать вот в и нит вот таким вот образом и поэтому если пользователь ну скажем так не шубка нахал и он импортирует этот пакет стандартным образом как импорт вот имя пакета он этот какой-то внутренний модуль не увидит но если пользователь нарывается то он может явно импортировать этот внутренний модуль просто как директория пакета точка это имя модуля наплевать на то что перечислено и не перечислено в нити просто взять его явно импортировать тогда если автор этого пакета в следующей версии изменил внутренние детали и этот модуль там вообще исчез или стал предоставлять другой набор функций или еще что-нибудь, то у этого нахального пользователя будут неприятности. Ну так сам дурак, что тут поделаешь. То есть доступ всегда есть ко всему. Неважно, сколь это разумно. Дальше уже... Получается так, что когда мы импортируем уже открытые модули, они сами еще импортируют в себя закрытые эти модули. Разве можно все равно обратиться через только что нам импортируют модули, а вот получается такое дело, что мы здесь импортировали У1, но внутри себя еще импортируют, допустим, будет откуда 3, да. То есть все равно можем обратиться? Да, мы всегда... Мы можем импортировать UTILS.U3. Можем импортировать. Мы импортируем напрямую. Да, то есть если мы импортируем UTILS, мы его не импортируем, этот U3. А напрямую можем в обход. То есть вот этот init на самом деле в простых случаях вот примерно так и выглядит. Он просто импортирует все имена из некоторого количества модулей, и поэтому ну, делает их автоматически доступными ну, вот для пользователя пакета. На самом деле, еще раз говорю, тут могут быть гораздо более хитрые конструкции. И иногда авторы пакетов, в общем-то, изрядно извращаются в этих файлах init, так что их потом становится тяжело читать. Вот такие простые читать легко. Ну, ладно. Значит, вот вот, пожалуй, с этим ясно, с модулями. Это мы уже проходили. Это просто у меня сейчас все немножко в другом порядке. Ну, и вот еще парочка вещей из стандартной библиотеки. Еще раз, в стандартной библиотеке там вот сама маленькая тележка всего на свете содержится. Но для, скажем, задач близких к сердцу сисадмина очень полезно работать с директориями. Ну, с директориями и файлами, так или иначе. Для этого существует в стандартной библиотеке такой модуль PathLib. Ну, кстати, тут мелкое предупреждение. Вот этот PathLib как раз появился в Python 3.4. То есть, если у вас, например, Python 3.3, ну, например, то вы его там не найдете. Так, там есть более-менее эквивалентная функциональность в предыдущих версиях, но она не так выглядит. Ну, вот. Текущая версия, кстати, 3.5. Но я на нее еще не перешел. То, что мы тут смотрим, это 3.4. Ладно. Значит, вот PathLib. В этом PathLib существует класс Path. объекты класса Path, это оно вот пути в файловой системе. Так? Как можно создать какой-нибудь объект? Объект, который представляет собой путь? Ну, простейший способ это, на самом деле, без аргументов. Вызвать Path без аргументов. при этом вот этот самый P содержит текущую директорию. Это текущая директория, то есть, это просто, ну, вот, точка. Так и все. Что можно? Можно вызвать Path с аргументом строкой. Это я покажу чуть попозже. В этой строке будет, ну, вот, конкретно путь к какой-нибудь там директории или к файлу, неважно. То есть, Path это путь к директории или файлу. Без разницы. Вот. Что можно с Path делать? Вот мы тут какой-то Path создали. Что можно с ним делать? Можно по нему цикл написать, перечислить все файлы в нем. На самом деле, к сожалению, я бы сказал, это немножко неудобно. Цикл надо делать не просто по вот этому Path, а по вызову p.iterdir. А, нет, ну, впрочем, понятно. p мог бы быть пасом к файлу, а не к директории. Ну, в общем, если p есть пас к директории, то нормально будет работать метод iterdir от нее, и по результату вот этого вызова метода можно цикл устроить и получить тем самым список файлов в той директории, путь к которой сидит в переменной p. Дальше что еще можно делать? Есть на самом деле очень полезный метод резулф. Резулф приводит пас к каноническому виду. То есть, вот, например, в данном случае пас был просто точка, а вот такой его канонический вид, это в данном случае хоум-грозен-питон. Это наша текущая директория. Что еще этот резулф делает? Я же могу написать пас в совершенно идиотском виде, никто мне не мешает, написать две точки слэш, там точка слэш, еще слэш, и потом, например, питон. В итоге я вернулся туда же, откуда пришел. Я пошел на уровень вверх, потом вернулся оттуда, с этого более я верхнего уровня перешел в поддиректорию питон, то есть я вернулся туда же. Пас сам по себе будет вот такой вот, идиотский будет. А вот если я на него напущу метод резулф, то он мне вернет канонический вид этого паса. Кстати, ну, кстати, это, я не знаю, это скорее относится к к юниксу, чем к питону вопрос, но, тем не менее, вопрос забавный, поэтому я сейчас вам его задам. Значит, вот если я напишу какой-нибудь такой пас, ну, я не знаю, там, А, Б, С, две точки, две точки, Д, Е, так, то, что означает, что я вот здесь вот спустился куда-то в С, потом поднялся выше, а потом спустился куда-то в Д. То есть, вроде возникает естественное желание, вот эти две вещи сократить. Всегда ли это можно делать? Всегда ли вот такой пас, и пас, который получится, если я вот эти два элемента вычеркну, означает одно и то же? Знатоки юникса. Есть? А С это трипырия? А С это правильно. Это такое упрощение неверное, если С есть симлинк. Если С есть симлинк, то А, Б, С нас перебросит куда-то совершенно другую часть файловой системы, а потом две точки, это мы вернемся на уровень вверх, в той части, куда нас этот симлинк перебросил. И там уже в другом месте мы будем спускаться в эти Д и Е. Так что вот если это не симлинк, а обычная директория, то их всегда можно сократить. Ладно. Но вот такие вещи Резолф делает. Он тщательный, он проверит, симлинк это или не симлинк и так далее. Симлинк разрешит все. Вот. ЦВД это Current Working Directory. То есть в данном случае все та же самая. Теперь забавный способ использования пасов это слэш. То есть вот стандартный оператор деления, операцию деления можно использовать для пасов. Тут она означает, естественно, неделение. Вот пас П, как мы видели только что, у нас был вот такой Home Grosin Python. а если я теперь пас П2 определю как П, слэш и еще что-то, то я получу пас П2, который есть путь вот к некоему файлу, вот к такому вот в данном случае, это файл второй лекции, не вот текущий наш файл, а предыдущий, не важно. Вот. Путь я могу написать какой угодно, какой у меня в голову взбредет. Существует ли такой файл в файловой системе или такая там территория? Это еще большой вопрос. Чтобы это проверить, существует метод exists, так? В данном случае вот такой файл существует. А если бы я тут написал какой-нибудь абракадабру, то я бы получил здесь false. Дальше. Ежели этот путь к файлу существует, то мы можем посмотреть, что это за файл такой. Для этого существуют методы isSimLink, isDir и isFile. Но еще несколько существует. Самое распространенное здесь. И мы видим, что вот этот вот P2, который вот он здесь написан, он не SimLink, он не директория, и он файл. Существует parts, атрибут parts, который возвращает кортеж из составных частей. То есть вот этот путь можно разобрать на составные части, он начинается с корня файловой системы, дальше есть home, в нем есть кройзин, в нем есть питон, в нем есть вот такой вот файл. Очень полезный атрибут это parent. Parent просто отбрасывает последний кусочек, последний парт. Так? То есть parent вот этого вот файла есть вот такая вот директория. А потом parent вот этой вот директории есть предыдущая директория. Давайте посмотрим. Давайте вот это вот скопирую. К этой штуке делаю еще раз parent. Ну да, я получил тем самым home грозин. Так? Ну вот. Дальше. Какие еще есть атрибуты вот у паса? Есть атрибуты name, stem и suffix, которые первые из них возвращают собственно имя, то есть самый последний элемент. Имя, где все предыдущие перед ним директории отброшены. А имя еще можно разобрать на основную такую часть имени, которая называется stem. Честно говоря, не знаю, что значит слово stem. И его суффикс. В данном случае... Что? Стволовые клетки. Какая-то основа. Да, что-то типа основы, да, что-то в этом роде. На самом деле, если я правильно помню, то когда тут будет много суффиксов, ну, допустим, у меня был бы питон 2. и пнб. .gz, например, сжатый файл, то суффикс был бы .gz, только, только последний. А стем было бы все перед ним. Вот. И еще одна операция очень полезная, которую можно вот к объекту класса past применить, это stat. Ну, это, опять же, стандартный unix-овский system call stat, который можно применить к любому файлу и получить про него кучу полезной информации. можно посмотреть его m-time, например, то есть время, когда этот файл был в последний раз модифицирован, или c-time, это чего там, creation time, да, и так далее. Modo можно посмотреть, кто имеет право этот файл читать, писать, и так далее. И node number можно посмотреть. То есть все можно посмотреть, но самая полезная вещь, которая как-то из всего этого результата stat, в общем-то, чаще всего используется, по крайней мере, вот в таких простеньких сисадминнообразных программах, это size. То есть у объекта, который возвращает stat, существует атрибут st-size, который нам дает размер этого файла в байтах. то есть я, например, однажды написал такую несложную программку на питоне, которой можно в аргументах внешних передать имена нескольких директорий или файлов, кстати, не важно, директорий или файлов. Эта программка рекурсивно их всех обходит и в первую очередь у всех файлов не директорий и не семлинков, а именно файлов, смотрит, какой у них размер, и строит дикшенари, словарь, который из размера отображает список файлов, имеющих данный размер. Это значит файлы, которые весьма подозрительны на то, что они копии одного и того же файла на самом деле. это сделать легко, для этого не обязательно файлы сравнивать детально, так, размер можно узнать вызовом стат, всего лишь навсего, если там файлы встречаются какие-нибудь многомегабайтные, то читать его каждый раз не хочется, так? Значит, это первый как бы этап. Мы строим словарь, который вызванный от размера возвращает список файлов, имеющих в точности такой размер в байтах. А потом, поскольку они уже подозрительны на предмет того, что они копии друг дружки, мы начинаем на парочке файлов из этого списка напускать div, внешнюю команду, и смотреть, действительно они тождественные или нет. И потом, в конце концов, эта программка мне выдает списки файлов, которые одинаковы. Ну, реально мне было полезно. На самом деле, я туда еще ряд хаков напихал в эту программу, которая полезна для конкретного применения. Мое конкретное применение была библиотека книжек. У меня там немеренные тысячи каких-то книжек лежат, и когда я какую-то книжку откуда-то скачал, я вообще не знаю, есть она у меня уже в библиотеке или нет. Хочется проверить. Так? Но вот хак, про который я говорил, это для zip-файлов. Большинство книжек это чего-то .fb2 .zip. Если два раза зазиповать один и тот же файл, получившиеся zip-файлы не тождественны, к сожалению. Они имеют в точности одинаковый размер, но что-то там в них отличается. Я не знаю, от чего это зависит. Поэтому вот такие подозрительные zip-файлы одинакового размера приходится раззиповать и сравнивать раззипованные отдельно. Ну, ладно. Ну, и еще одна, пожалуй, такая очень простая тема, тоже более-менее связанная с использованием питона для написания скриптов по наведению порядка на компьютере, это переменное окружение. Переменное окружение можно использовать очень по-питонски. В модуле ОС существует переменная nvn. Давайте мы ее импортируем. Это просто словарь. Совершенно обыкновенно выглядящий словарь. Если я вызову nvn от какой-нибудь строки, то получу значение переменное окружение с таким именем. Если я вызову его от какой-нибудь строки, которая у меня в текущих переменных окружениях, я получу фигу, а именно k-error. Я могу присваивать что-нибудь элементам этого словаря. Например, после выполнения вот такой строчки заведется переменное окружение ABCD большими буквами, у меня будет значение ABCD маленькими буквами. Я всегда это могу проверить, но что важно, это не то, что я здесь в этой своей сессии с питоном словарь видоизменил. Это реально создаётся или видоизменяется переменное окружение. Если я вот сейчас здесь из питона запущу внешнюю программу, и она запросит переменное окружение ABCD, она получит вот это её значение. То есть это не простой словарь, это словарь, который реально влияет на переменные окружения, которые будут унаследованы теми процессами, которые я запущу из этого питонского процесса. Время жизни будет перманентно или до запуска? Время жизни не будет до выхода из этой питонской программы. То есть эти переменные окружения будут видны только из тех процессов, которые запущены из этого процесса. Он не влияет на environment более внешний. Так, ну вот значит на сегодня это всё. И в каком-то роде весь курс делится на вводную часть, которая сегодня кончена, как бы введение в язык питон как таковой. А начиная со следующего понедельника мы будем обсуждать NUMPI в первую очередь. NUMPI это библиотека для эффективной работы с большими массивами. На нем есть надстройка Scipi научный питон, которая в общем-то содержит большую часть функциональности таких популярных программ как MATLAB и так далее. В общем, близкий аналог. Ну и построение графиков и так далее. То есть более конкретно приложение именно к научным вычислениям. Как использовать питон вместо каких-нибудь там MATLAB и прочих дорогих проприетарных вещей. Ну вот так что ладно на сегодня все значит. А вот Андрей здесь в конце мелькнул GZ. Кто мелькнул? GZ. GZ. А, GZ. Вот такое ощущение, что это родной родное понятие для питона ZIP. А, GZIP? В каком-то смысле внешнее? В каком-то смысле библиотичное. Есть модуль, который в стандартной библиотеке, не где-то в дополнительных, который надо импортировать и работать с GZ-файлами или с BZ2-файлами тоже. То есть это модули стандартной библиотеки, позволяет с ними работать. Мне там еще резонуло BPF. BPF? Да, BPF – это вроде отечественное слово, в отличие от ZIP. Что оно там означает? Я не знаю, честно говоря. Это было RAND, в модуле RAND. А, в модуле RAND. Да, в модуле RAND. Там есть изрядная куча всего на свете. Это не это, это немножко вышипало. вот это здесь. Вот это, по-моему, да. Да, возможно. BPF. По-моему, BPF – это совсем не то. Быстрое преобразование фуриев. Ну, Здесь-то его не может быть. хорошо, сейчас мы узнаем, чем хорош интерактивный интерпретатор Python. Тем, что все можно узнавать экспериментально. А там мы делали, импортировали как R, BPF. Что это есть такое? А у него нету ДОКа. Вряд ли. Я думаю, что нет. Это системная какая-то вещь, да? Это вещь модуля рандом. То есть это какой-нибудь поддерживая этот самый параметр генератора случайных чисел, который имеет значение по умолчанию, а чтобы сгенерировать какие-нибудь другие случайные числа, пользователь его может изменить. Я подозреваю, что так, но я не гарантирую. То есть видно, что тут некая целая переменная просто. Это как с искусственным интеллектом вопрос задается. Куда мы идем? Он отвечает 25. Ну, похоже. Нет, мне больше другой нравится с искусственным интеллектом. Значит, у системы искусственного интеллекта спросили, все ли грибы съедобны. Она ответила все, но некоторые только один раз. Можете вот там 35-ю строчку показать? Ну, сейчас постараюсь. А, где-то вот ниже, где мы вызывали модули, то есть, допустим, нет, не модули, пакеты. Пакеты, ага, пакеты. Сейчас найдем пакеты. Пакеты так, где-то они немножко ниже. про пакеты я не все сюда включил. Смотрите, получается, если, допустим, вот этот У2, он, допустим, использует некоторый У3. Да, 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 не хочу, да. Мы импортируем У2, мы же можем, мы же сразу получаем весь набор команд У3. Ну, на самом деле, цепочка должна к этому сделать. Ну, на самом деле, так я понимаю, что все это надо тоже проверять или описание более подробное читать. Я сейчас не гарантирую, что все абсолютно правильно, но зависит от того, как он нам импортирован. Если в У2 я написал From У3 импорт звездочка, то тогда все эти имена уже являются родными именами У2, этим самым мы их получим на верхнем уровне. А если я в У2 написал просто импорт У3, то там они доступны как У3 точка чего-то. Да, и значит, на верхнем уровне они, видимо, будут доступны как какой-нибудь там У2, У3, точка чего-то. Вероятно так, вероятно. Я думаю, что так. Ну, то есть, на самом деле, чтобы с этим бороться, надо, с этим тоже можно бороться. Вот здесь надо не звездочку написать. Вот здесь надо написать не звездочку, а конкретный список. ясно. А вот еще такой вопрос, где-то вот вы свою функцию засчитывали, там было что-то, где-то было, выше, по-моему, это было, когда вы делали кат, и там была какая-то ваша функция, где вы еще смотрели, есть ли это main. А, да-да, было такое. Сейчас, конечно, сейчас это где-то несколько выше было. Вот она. То есть, это, я бы сказал, вот это вот. Есть типичный вид британского файла. Запись, вот print, usage, это же мы просто пишем какой-то, а что это значит? Usage. Использование, то есть, скажем так, предполагаемое использование этого файла состоит в том, что у него, да, что у него должно быть, должен быть один аргумент, то есть, len от arcv должен быть двойка, так? Arcv, имя и параметр. А если пользователь написал эту штуку без аргументов или с тремя аргументами или еще что-нибудь, я ему пишу сообщение, что использовать эту программку, вот эту, надо как, вот так вот. А, кстати говоря, здесь бы надо, конечно, написать не A, сначала A называлась, а fact.py. То есть, типичный usage этой программы это в текущей директории и fact.py, и один параметр F. Вот и все. То есть, это help для юзера, который вызвал ее с неправильным числом аргументов. И дальше, я, кстати, вызываю сразу exit от единицы, и exit я импортировал из SIS. Это выход с кодом возврата единицы. А вот еще можно прям вот это вот все вот выделить и просто вот сохранить как вот этот вот текст, а не как этот IPton. Ага, да, а он там есть. Нет, вот именно вот в таком формате. Да, 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 я понял. Да, 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 конечно. Хорошо. Хорошо, чтобы без этих вот HTML-ных тегов. Да, 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 правильно, конечно, конечно. Да, спасибо большое. То есть, на самом деле, то, что там вот у меня на хоумпейже в директории IPton лежит, это в сильной степени work in progress. То есть, я туда там все время чего-то меняю, добавляю, потому что я, в общем-то, надеюсь из этого рано или поздно сделать там универовское учебное пособие, поэтому оно все не отлито в граните. А вот эти видеолекции там с предыдущей можно ли найти? А вот это вопрос. Ну, а так, хотя бы, если подойти там с флешкой, буквально вот предыдущую, которая была неделю назад. Да, в предыдущую не записывалась почему-то. Ладно. Извините. Можем просто. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok